Ну что же, давайте начнем с самой горячей темы в России, потому что, как сообщается, замминистру обороны РФ Иванову вменяется помощь компаниям, безвозмездно выполнявшим для него строительные ремонтные работы. Согласно обвинению, Иванов оказывал помощь неким компаниям, подрядчикам Минобороны, которые взамен безвозмездно выполняли строительные ремонтные работы на объектах, якобы принадлежащих Иванову. Но вот есть ряд изданий, которые провели свое расследование, уточнили у источников, которые, конечно же, остались анонимны, не связаны между собой. И вот эти источники сообщают, что все это фикция, то есть это все публичная часть этого обвинения, речь о коррупции. А в действительности ему вменяют госизмену. И ГУР, украинский ГУР, соответствующим образом реагирует и говорит, что все то, что связано с Ивановым, это работа ГУР. Вы можете нам объяснить, что происходит на самом деле? Потому что мы немного уже запутались. Ну, на самом деле происходит то, что я прогнозировал как-то в одном из ваших эфирах. И мы говорили о том, что в России будет передел власти довольно скоро, потому что обычная история, стареющий диктатор, та самая хромая утка, стоящая ногами вперед на выход. Все понимают, что это вопрос только времени. Ну и, соответственно, к тому же престарелый диктатор развязал кровавую войну, сделал страну изгоем. И сейчас ему совершенно не до своей обычной работы, не до выполнения арбитража над своими бандитскими группировками, которые под ним работают. И, соответственно, бандитские группировки это чувствуют, понимают, что приближается конец диктатора. И понимают, что это очень хороший момент для того, чтобы начать атаку друг на друга и вытащить на себя больше финансовых потоков. Потому что они понимают, что при том строе, которое может возникнуть после диктатора, соответственно, они со своими талантами гениальными, среди которых главный – это просто быть однокурсником, либо тренером под дзюдо, либо соседом по скамейке в раздевалке в секции под дзюдо. Соответственно, с этими всеми талантами они, в общем-то, могут и не пригодиться при следующем диктаторе. Ну, либо при демократическом строе, который в России тоже когда-то, наверное, восстановится. Но еще довольно нескоро, мне кажется, после Путина будет еще один такой полудиктатор. Так или иначе, вот эта разборка началась, они друг друга с упоением мочат и, естественно, задействуют в этом сторонние силы. Я не исключаю совершенно, что кто-то мог сливать что-то об Иванове Гуру. Это совершенно нормальная практика. Они, понимаете ли, не патриоты России, все эти люди, они не патриоты Украины, они прабабки. Они хотели освободить себе место для того, чтобы, соответственно, начать расхищать то, что расхищал Иванов. И поэтому слить про него какую-то информацию в ГУР и Зимани очень легко. Извините, пожалуйста, просто добавлю, да, вот в контекст добавлю. Издание «Украинская правда» сообщает со ссылкой на свои источники военной разведки в ГУР, что арест за министра обороны России Тимура Иванова произошел в результате украинской кибератаки, позволившей Украине получить доступ к множеству конфиденциальных документов российского генерала. Ну, вот как-то так. То есть, по сути, произошла атака, вот мы получили какие-то очень секретные материалы, и вот, я так понимаю, что в этом смысле... Ну, знаете, разведчики, наверное, могут рассказывать не все, что они знают, да, и, в общем-то, я думаю, что все-таки в данном случае, я думаю, там обязательно были какие-то проявления и внутривидовой борьбы той самой, потому что, вы знаете, как-то уж очень подозрительно начали какие-то оппоненты, так скажем, вот этого вот кошелька Шойгу скармливать информацию журналистам и российским политикам, оппозиционным в первую очередь. То есть, это было как-то очень уж вовремя, понимаете? Вот начало противостояния клана Шойгу с кланом таким анти-Шойгу, да, наконечником копья которого был, как вы помните, Евгений Пригожин. И вот, соответственно, Пригожин начинает такие свои критические стрелы выпускать по Шойгу, опасаясь того, что подконтрольный его клану Суровикин будет сменен на Герасимова, который подконтролен Шойгу. Это было, кстати, в декабре 22-го года. И именно в декабре 22-го года вот такое вот совпадение, да, уникальное. ФБК, фонд борьбы с коррупцией российский, вдруг озаботился проблемой вот и раскопать именно под этого замминистра в России какую-то важную информацию, какой-то серьезный компромат. То есть, понимаете, из всех там 40 министерств, которые в России есть, вот именно это министерство и именно этот замминистра, а у каждого министра 12 заместителей. Как-то очень уж, как бы, знаете ли, дорога ложка к обеду оказалась. Естественно, я не утверждаю о том, что ФБК работало на клан Пригожина, на вот этот вот клан, который боролся с Шойгу. Ну, такие сливы появляются, как правило, в общем-то, не обязательно в дружеских организациях. Там может быть какой-то один, два, три знакомые, которые могут передать информацию на ту сторону, как они говорят, и, в общем-то, могут спровоцировать публикации. Ну, правда, определенный уровень доверия все же должен быть у какого-то такого гипотетического сотрудника клана антишойгуевского, да, вот с каким-то человеком из журналистских организаций, которые про это все написали. Ну, и, соответственно, при этом, естественно, как бы сама по себе публикация ничего не значила. То есть в России это давно-давно уже всего лишь антураж, потому что в России нет гражданского общества, которое могло бы ужаснуться и сказать, ах, посмотрите, вот он живет во дворце из «Мастера Маргариты». В России, в общем-то, население привыкло ко всему, оно совершенно лояльно относится к коррупции. Все считают, что, да, чиновники воровать должны, и что лучше уж пусть сидят эти же, потому что эти уже наворовались, а следующие придут воровать, будут больше, им надо будет сейчас начать свой стартовый капитал. Ну, соответственно, поэтому это лишь антураж для подготовки, так сказать, почвы, подготовка теоретической основы для смены того или иного клана другим. И, соответственно, вот это прошло через паузу, как мы видим, да, то есть Путин сразу под давлением Пригожина, который пошел на него войной, да, с вот этой колонной танков, не мог сделать это. Но теперь, когда прошло время, и когда вышли материалы, потом еще других СМИ также, соответственно, здесь они уже, в общем-то, пошли, так сказать, на это решение, когда оно, как они сами считают, уже было подготовленным, логичным, обоснованным и так далее. Ну, это, безусловно, говорит о том, что в России, в общем-то, когда идет наезд на кошелек министра обороны в воюющей стране, а ведь в каждой диктатуре, которая с кем-то воевала, всегда министр обороны воровал. И у него у каждого был кошелек. Соответственно, я думаю, что это все происходило, в общем-то, в любой стране, там, из последних, там, если перебирать, там, наверное, у Милошевича тоже были не самые чистые руки, да, у его там вояк тоже. Ну, наверное, здесь просто говорит это о том, что, ну, это кризис, кризис управленческий. И вот эти пауки в банке, которые начали друг друга в России поедать, они становятся, грубо говоря, сильнее Путина. То есть они могут заставить его что-то сделать, они могут заставить его начать менять ключевые фигуры в военном блоке в то время, когда на фронте абсолютный тупик, когда Украина получает мощную помощь из Америки, из Европы тоже. Ну, и, соответственно, это все неплохо, это все неплохо, пусть они там грызутся. Чем больше они грызутся, тем больше они друг друга уничтожают, тем быстрее наступит окончательный коллапс этого режима. Да, безусловно. Чтобы точку вот в этой теме поставить, а как вы считаете, что будет дальше? Да, вот как дальше ситуация будет развиваться? Будут ли другие люди, которые тоже подпадут под пресс силовиков? Будет ли это борьба кланов? Как, ну, ослабли ли позиции Шойгу после этого? Или это все частности на самом деле? То есть, ну вот, я просто обращаю внимание на то, как реагируют так называемые российские военкоры, это зэд-блогеры, патриоты и так далее, и они буквально шампанское открывают, потому что все знали о том, что это насквозь коррумпированный человек, и вот его задержали, наконец-то. Они уверовали в историю то, что исключительно ввиду коррупции его задержали, понимаете? Ну, нет, конечно, не ввиду коррупции, потому что в России коррупция пронизала довольно уже давно просто все общество, и чиновник каждый, и, в общем-то, разъезжает на Майбахе, и ходит в Азели и так далее. То есть это обычная практика, имеет дома везде, где имел и этот Иванов. Значит, соответственно, да, это, конечно, удар по позициям Чайгу. Это именно внутри корпоративная разборка под Путиным. Соответственно, мы видим классическую ситуацию, когда, в общем-то, закончилась система сдержка противовесов. То есть, естественно, на то, что вы спросили, будет ли это продолжаться? Да, безусловно, это снежный ком. Это все будет развиваться очень активно. Они поняли, что Путиным можно манипулировать, они поняли, что закончилось балансирование его между кланами, что он начал слушаться то одних, то других. Ну, престарелые вожди всегда так себя ведут, это нормально. У них настроение скачет, у них гормоны, да, у них там, особенно на фоне антираковой терапии. Соответственно, мы имеем вот эту классическую ситуацию. То есть, это будет снежный ком, все будет сильно хуже, будет сначала большая разборка всех со всеми, потом будет коллапс. Очень интересно. Давайте обсудим поддержку США, ну, решение, вернее, Сената. Я так понимаю, уже Байден отреагировал, сказал о том, что сегодня он подпишет этот проект закона, он станет законом, что позволит Украине получить помощь. Эта помощь уже, как сообщает ряд европейских СМИ, находится в Германии и в Польше. Ну, для того, чтобы время сократить, я так понимаю. И вот почему все так долго, да, вот почему это настолько длительная процедура? Сейчас уже, знаете, раздаются голоса о том, что если с таким огромным трудом нашли решение, нашли компромисс и проголосовали, то следующая помощь может быть не просто под угрозой. Мы можем уже там с уверенностью на 99% сказать, что ее в принципе не будет, да еще не понятно, что после выборов там произойдет. Справится ли Европа с этим? Вот как вы думаете, почему так долго все? И будет ли следующая помощь? Я не хочу там наперед, да, вот каким-то образом вперед смотреть, но понятное дело, что война завтра не прекратится, и нужно думать о будущем. А вот оно как-то сомнительно. Ну, смотрите, по поводу почему так долго. Значит, здесь два фактора ключевых. Первый фактор – это то, что каждый кандидат в американский президент и каждый действующий американский президент работают на свой электорат. Соответственно, электорат Байдена, он, в общем-то, в значительной степени был за демократию во всем мире, за поддержку Украины и так далее. Соответственно, электорат Трампа, он больше за какие-то те вещи, которые более шкурные, так скажем, да, более американские, более внутренние. Ну и, соответственно, при этом все-таки у электората Трампа тоже есть вот эта вот некая патриотическая такая нотка, и они хотят, чтобы Америка была во всем мире командиром, чтобы они всеми управляли и на все влияли, но желательно подешевле и желательно в кредит, а не просто, так сказать, в подарок. Соответственно, поэтому вот Трамп и сотоварищи, они вот помурыжили-помурыжили украинцев и сделали вид, что все-таки это кредит, хотя мы с вами прекрасно понимаем, что это тот кредит, который вряд ли придется отдавать, но, тем не менее, своему электорату они скажут, что вот мы отстояли, дурак Байден хотел все отдать просто так, а мы отдаем все в кредит, так или иначе. Значит, соответственно, потом они добавили туда вот это изъятие российской части активов, которые находятся в Соединенных Штатах, ну и это тоже будет для электората их такое как бы умасливание. А вот второй фактор как раз он связан с тем, что я сказал, то, что в Америке все-таки у трампистов электорат тоже достаточно патриотичный, да, там все эти ребята в Техасе с наганами, с кольтами, револьверами и так далее, которые ходят, да, соответственно, вот они тут все смотрят новости тоже, вот, и, соответственно, они видят о том, что происходит в Иране, в Израиле, вот, и они, так уж исторически сложилось, они не любят евреев частично, но при этом они больше всего не любят арабов. И поэтому, соответственно, как бы, да, вот эти простые люди, значит, у них есть такие простые чувства, и на этих простых чувствах сыграл, естественно, в итоге Трамп и Джонсон, потому что они понимают, что действительно Путин создает эту ось зла, и все равно с ней надо что-то делать. Ну и поэтому вот когда вся эта картинка появилась о том, как Иран бомбит Израиль, как все эти летят шахиды и ракеты, и как героически их надо перехватывать и так далее, они вот своему электорату говорят, видите, что происходит, но сейчас это начнется везде. Или мы сейчас вот там, где фронт уже идет, а Путин точно совершенно со всеми этими габриками из Ирана и так далее, он вместе с ними заодно, вот, поэтому мы должны их остановить вот на раннем этом этапе. И это сработало, я думаю, что здесь, в общем-то, уже Трампу не нужно прямо вот так с пеной у рта доказывать своему электорату, что это прямо не надо делать, потому что электорат смотрит телевизор, и электорат видит, что плохие ребята, да, для них неважно, плохие ребята из Ирана, из России, для них, американцев, из Алабамы, это примерно где-то в одном месте. Я потому что был в Алабаме, и там на полном серьезе люди путали Иран с Ираком, вот, и не смотрели мультфильм «Шрек», вот серьезно вам рассказываю. Вот, ну вот, это причем было через два года после того, как он вышел, то есть вот он гремел во всем мире. Но там люди такие очень простые, и поэтому, да, сейчас им еще ничего, ничего, ни в чем их убеждать не надо, потому что еще раз телевизор сделал свое дело. Да, слушайте, ну, а вот под угрозой ли будущее решение, не пакеты помощи, а вот решение о том, чтобы предоставить нам помощь, или нет? Или это вот такой предвыборный период, это шторм, да? Дальше уже будет штиль, то есть дальше уже будет как-то полегче. Смотрите, до выборов очень много факторов, и я не знаю, что будет происходить, что будут показывать по телевизору в Алабаме. Соответственно, я не знаю, в этот момент будет ли Иран бомбить Израиль, или будет что-то наоборот. Значит, соответственно, поэтому здесь надо будет смотреть на конъюнктуру, но тренд будет тем же, то есть помощь все равно будет выделяться. А вот антураж вокруг этого, ну, честно, во-первых, все-таки может победить и Байден. Если побеждает Байден, то как бы все становится намного проще для Украины. Но если побеждает Трамп, то катастрофа это тоже не становится, потому что вы же увидели, что вот он поиграл, поиграл, да, как бы, да, поработал популист со своей аудиторией, а потом тихонечко раз, и все за пару дней и принято. А в Алабаме еще там реднеки не успели голову поднять, а уже, оказывается, помощь уже ушла, и уже танки на поездах едут из Германии в Украину. И вот, соответственно, поэтому так оно и будет в любом случае, но вопрос, конечно, проволочек тоже очень важен, потому что это сейчас мы так терроризируем, здесь сидим в наших теплых студиях, да, я сейчас вот не стою, как в прошлый раз в Одессе, надо мной ракеты не летают, а я, конечно, хорошо помню это чувство, когда они летают над головой. И вот они летают, и, к сожалению, еще иногда и приземляются на голову людям. И поэтому вот все эти проволочки, да, это для Трампа, это политика и заигрывание со своим электоратом, а для нас с вами это понимание, что тысячи людей погибают каждый день. Вот это вот, конечно, ну, дай бог, если я преувеличиваю иногда и не тысячи, как бы, да, но в целом, конечно, это глобальная катастрофа, и она длится каждый день. Безусловно. Ростислав, дело в том, что сегодня Украина вновь атаками дронов что-то повредила, что-то полностью уничтожила. Речь идет о российских НПЗ. И вот эти атаки плюс наводнение, они снизили еженедельную переработку российской нефти до 11-месячного минимума. Вот такие цифры демонстрируют аналитики Института изучения войны. Они также напоминают, что после состояния на 2 апреля атаки украинских беспилотников вывели из строя 14% всех нефтеперерабатывающих мощностей в России. Я так полагаю, что вот в связи с последними ударами этот процент, конечно же, увеличивается. Но к какому выводу они подводят? Что это все равно не критическая история для российской экономики. Я хочу вас спросить, а что может стать критической историей? То есть продолжение вот этой тенденции? Или все в совокупности? Речь о санкциях, которые могут быть усилены, и к этому могут привести речь о каких-то запретах, рестрикциях и так далее. Я тоже хотел сказать, что критической историей эта тема с НПЗ для России не станет, к сожалению. Что станет критической историей? Это население, население страны. Сегодня, в общем-то, у Путина для войны есть все, что ему нужно. То есть есть бесконечный поток нефтедолларов, который идет, несмотря ни на какие санкции. И есть возможность обходить и другие санкции. То есть он получает то, что ему необходимо. Его поддушивает, конечно, Запад, но слишком медленно и слишком робко. И на танкерах под флагами различных банановых республик прекрасно продается нефть. И газ по-прежнему идет неплохо. Поэтому главное, что должно случиться, конечно, это должно измениться сознание населения, сознание россиян. Поэтому если, соответственно, у Путина дальше будут деньги на продолжение войны, если дальше у него будет безропотный народ, то вот это две составляющие, которые, в общем-то, обеспечить могут ему еще на долгие годы успех, так скажем. То, что касается нефтедолларов, там действия непонятные. И эти действия Украины ведутся. И нормальными, адекватными людьми на Западе тоже ведутся. И ловятся за руку постоянно те, кто продолжает Путину подмахивать. И вот нашли там позавчера компанию, которая путинские самолеты продолжает чинить, будучи французской. То есть Макрон сейчас собирается войска к вам отправлять на помощь. А эти гаврики зарабатывают и позволяют Путину летать на саммиты разные в разные страны. Очень мило. Ну и, соответственно, эта часть, как бы она потихонечку худубедно выполняется. И Запад поддушивает население. А то, что касается работы с населением Российской Федерации, ну это вот то, что мы сейчас с вами делаем. Это вот, я думаю, достаточно большая аудитория в России тоже. Да, и у моего канала тоже большая аудитория в России есть. Соответственно, очень жалко, что все те, кто обладают сегодня возможностями ретрансляции на Российскую Федерацию, правильного качественного сигнала россиянам. А там колеблющихся россиян очень много. Там есть упоротые поклонники Путина и войны. Их несколько процентов. Точно так же есть несколько процентов либералов, которые, так как я, например, понимают всю ситуацию и изначально против, и ничто их не свернет с этого пути уже. Ну а вот все, что посередине, это огромное болото. И оно, конечно, нуждается в контрпропаганде максимально активной. А те, кто могли бы этой контрпропагандой заниматься, Юрий, они сегодня у нас публикуют посты и делают целые огромные фильмы, затрачивают свои ресурсы на то, что разбираются друг с другом. Вот замечательная организация ФБК, у которой несколько десятков миллионов касаний совершенно живых россиян, которые могли бы быть убеждены каким-то качественным фильмом в том, что, посмотрите, Путин занимается терроризмом в Украине. Путин уничтожает прекрасную страну мирных, добрых и хороших людей просто в угоду чему-то каким-то своим капризам. Вот это бы порасследовали. А вместо этого они сегодня занимаются полной ерундой. По сути говоря, они сегодня делят шкуру неубитого медведя, они сегодня уничтожают политическую конкуренцию загодя. Вот вдруг случатся перемены, вдруг Путин поймает какой-нибудь Хаймар, случайно из Украины долетевший, а вот тогда они побегут в Россию делить власть, и вдруг власти достанется больше Ходорковскому, а не ФБК. Это то, для чего делаются эти фильмы. И вот это вот меня раздражает крайне на самом деле, потому что это население вполне себе пригодно для обработки, для пиаровской. Я имею в виду Российскую Федерацию. Они должны видеть то, что в Украине происходит. Вы давно видели репортеров ФБК там у вас с микрофоном? Да, появлялся там Жданов на один день в сопровождении какой-то очень красивой девушки в короткой юбке на Крещатике, да, он там побыл час, по-моему. И все на этом. Как бы да, вот россияне должны быть там, вот там катастрофа происходит. То, что происходило в 90-х, но после победы прекрасной России и будущего, после установления демократии разберитесь, поучитесь у украинцев, которые сегодня заморозили все свои политические конфликты. Все, не дерется больше никто там друг с другом. Все работают на победу. И это же надо делать все россиянам, но нет, у нас вот эта петрушка. Да, давайте просто для наших зрителей объясним. Вы, судя по всему, имеете в виду фильм Марии Певчих «Предатели». Да, да, да. И, естественно, там все подводится к тому, что вот один из самых крупных людей в оппозиционном российском движении, Михаил Ходорковский, вот он как бы там что-то такое незаконно нажил в 90-е годы. Когда он наживался, это совершенно по тем законам, которые тогда были. И еще и как бы обвинил Путина в коррупции, и за это был усажен на 10 лет в тюрьму. И принципиально не уехал, не сдался, а сопротивлялся и пытался там бороться за демократические ценности. Ну, собственно, мы имеем, конечно, катастрофу. Но вот с таким вот подходом, ну что мы там наделаем? Да, я просто тоже и смотрел, и читал реакцию, и я... И вы знаете, вчера мы обсуждали вот эту первую серию с моим гостем, и он говорит, слушайте, ну, возможно, это в том числе было сделано... Ну, вот есть политические мотивы, да, о которых вы рассказали? А, возможно, это было сделано в том числе для того, чтобы повестку перебить. Вот как вы относитесь к этой версии, чтобы перебить повестку? Ну, это совсем отвратительно. Если уж настолько, как бы, есть влияние из Москвы, да... Ну, мы сегодня с вами предполагали уже, да, что когда в декабре 22-го года кому-то надо было мочить шойгу, у ФБК волшебным образом оказалась вот такая вот пачка документов с мельчайшими подробностями, со счетами, с чеками из какой-то ростовской гостиницы, с фотографиями из какого-то медвежьего угла в Алтайском крае, на все вот на этого Иванова. Ну, естественно, это работа большой какой-то структуры. Естественно, работа, я считаю, ФСБшников. Естественно, они это туда слили, я думаю. Но если вот настолько, как бы, там есть связь, да, если там могут люди влиять из Москвы, с Лубянки на ФБК еще и вот так, что у нас вот тут, ребята, что-то плохо на украинском фронте, давайте вы нам повесточку перебьете. А вот у вас Ходорковский там есть плохой, сделайте, как фильмец про него. Но если вот это еще и так, ну, я тогда не знаю уже история, как должна рассудить и кого на какие места здесь расставить. Неужели тогда получаются правы те конспирсии, которые говорят, что в России это всего лишь, как бы, да, есть несколько крыльев, да, вот это радикальное крыло, такой спарринг-партнер, знаете, такой, точнее, мешок для битья, да. Вот если вот это так, и это, конечно, тогда у меня вызывает просто отрыпь. Но это, во что тогда верить? А с кем тогда можно работать? И куда так мы придем такими темпами? Ну, конечно, не надо делать такие вещи, которые людей заставляют об этом задуматься, потому что отчасти, я не знаю, кто был ваш собеседник, но отчасти-то он прав, потому что, действительно, они же увели повестку от Украины. Я сегодня говорю людям, посмотрите, я приехал, я месяц был там, там кошмар происходит. Не-не-не-не, погоди, тут такой фильм интересный Певчих выпустил. И все обсуждают только его, и никто Украину, понимаете, Украина это БЗшка на 30 секунд сегодня в любом эфире любого либерального российского канала. Вот к чему мы пришли. Да, вы знаете, ну, помимо этого, кстати, и здания российские, и либеральные, давайте их так назовем, если можно так называть, новая Европа, новая газета Европа, так вот они опубликовали расследование, в рамках которого пришли к выводу, что Рамзан Кадыров незлечимо болен, и его правление, длившееся сколько там, 17 лет, заканчивается. А вот, мол, Чечня сейчас уже стоит там на пороге больших политических потрясений. И вот только что, я так понимаю, вторая часть появилась, они задаются вопросом, кто будет следующим правителем Чечни. Можно я этот вопрос вам адресую? Или вы не согласны вот с первой частью? Нет, нет, я согласен с первой частью. Более того, у меня тоже, я ведь был замдиректором госкорпорации в России, которая занималась инфраструктурными проектами на Кавказе в том числе. И у меня много друзей на Кавказе, и чеченцев в том числе, и дагестанцев, и ситуацию я там знаю неплохо по сей день. Дело в том, что действительно звоночки о том, что Кадыров сильно болен, начались не сегодня и не вчера, они уже где-то с годик, наверное, так циркулируют. И вот в последнее время они достаточно громко уже обсуждаются, и просто видно по нему уже, что очевидно, у человека проблемы с почками, а как бы сильно это эффективно исправить-то, наверное, и не получится. Я думаю, что он, наверное, пытался какие-то радикальные меры предпринять, но, видимо, не очень удачно все это получилось, и поэтому в ход идут какие-то нелепые консервы с тем, как он отжимается или поднимает могильный камень с собой зачем-то. Поэтому, да, я думаю, что заканчивается правление Кадырова бесконечно. Я думаю, что все-таки в этом случае сработала какая-то карма, и его там прибрали за его грехи, и скоро он туда отправится куда-то вот, куда в какой-то лучший из миров, или в его случае, наверное, все-таки худший. И, соответственно, о чем это говорит? Вот это все его нелепое стремление как можно скорее, как можно выше расставить всех своих детей на чеченском вот этом политическом небосклоне, это теперь, конечно, очень легко объясняется. То есть действительно человек понимал, что ему не так долго осталось, и поэтому вот этих своих 20-летних отпрысков он расставлял министрами, вице-премьерами, он осыпает наградами какими-то нелепыми своего 15-летнего сына очередного, который особенно не блещет пока еще ничем, значит, кроме каких-то очень ватных таких, знаете, таких киксовых-то ударчиков на самом деле. И боксер из него никудышный еще, в соревновании он себе проигрывал. Вот, и вот все равно он их везде пихает, и это теперь уже становится понятно, потому что он прекрасно понимает, что как только просочится информация, да, вот почему он так с пеной у рта доказывает, нет-нет, я здоров, я, смотрите, я могу поднять вагильный камень. Вот, а он это делает для того, чтобы если люди поймут и поверят в то, что он умирает, что все осталось недолго, они еще при нем живом начнут передел власти. И он все равно обречен на это, потому что все равно невозможно ничего скрыть там, где у него вокруг очень много людей. Они видят, как он ходит, они видят, как много времени он проводит с врачами в больницах. Поэтому все равно Чечня обречена на вот еще большую склоку, чем в России, она по всей России идет. И мы с вами вот обсуждали кейс Иванова, да, вот этот вот внутри корпоративный большой такой разлад. И в Чечне, представьте, еще помножьте это все на то, что в Чечне люди, которые очень любят и умеют обращаться с оружием, у них за каждым представителем каждого клана стоит огромное количество вооруженных до зубов головорезов. Соответственно, вот это все сейчас там пойдет в ход. Там сейчас начнется какая-то стрельба, там сейчас начнутся какие-то разборки, сейчас начнут погибать какие-то знаковые люди. И вот, соответственно, вот это все будет означать грядущий большой передел власти в Чечне. И это, кстати, будет очень важно и на уровне России, потому что чеченцы являются самой большой ОПГ сегодня в России. Я не имею в виду, прости, Господи, упаси, всех чеченцев, там есть прекрасные люди, интеллигенция и честнейшие, демократически настроенные, либеральные люди. Я имею в виду конкретно вот эту вот рамзановскую большую ОПГ. Вот эта ОПГ сегодня является крупнейшей в России, и она очень много разводит по криминальным делам сегодня там, и много чего решает. И поэтому здесь тоже пойдут конкуренты друг с другом занимать вот этот рынок криминала в России. И там начнется стрельба по всей стране. То есть смерть Кадырова или его отход от дел ввиду приближающейся смерти, это все вызовет, конечно, очень большой переплав в России. А как вы думаете, для Путина имеет, в принципе, значение, кто возглавит Чечню? Сын Кадырова, будь то там Гелимханов, Даудов, неважно. Или для него самое главное, чтобы все было под контролем? Путин постарается организовать там максимальную преемственность для того, чтобы там все осталось примерно как есть. Потому что Путин-то эту войну чеченцам уже один раз проиграл, и он прекрасно помнит, как тяжело ему было выбираться вот из этого конфликта, даже при всем при том, что он засыпал Чечню там деньгами, осыпал всех орденами, соглашался на все, отдал там всю власть с потрохами, позволил там изменить Конституцию России, по сути, ввести шариат. И, соответственно, даже при этом всем как бы у него там очень тяжело получилось хотя бы внешне все подуспокоить. И вот совершенно для него сейчас очевидно, что любое неудачное назначение вместо Кадырова сегодня опять катализирует эти процессы. И я могу вам сказать полную уверенность, что нет такого человека сегодня в Чечне, такого чеченца, который смог бы эти планы удержать, потому что они выстроены именно под Кадырова, под его личные договоренности, и под его веру или не веру в того или иного человека. Соответственно, как бы при любом другом человеке, потому что все те, кто под ним даже есть, самые ближайшие его люди, они все друг друга ненавидят, они все существовали рядом друг с другом, только потому что был Рамзан, с которым у каждого из них были свои договоренности. А теперь они все обнуляются, понимаете? И вот теперь там начнется пальба. Ох, как интересно. Спасибо вам за этот эфир. Спасибо большое, что всегда находите время для нас. Да, все взаимно, все взаимно.